Юрий Гергич, здравствуйте. Вам задает вопрос Дима Иванов из Великого Новгорода. Он самостоятельно осваивает азы волейбола, то есть посмотрел ваши уроки. Посмотрел урок, связанный с верхней передачей. У него возник вопрос, то есть он освоил, как правильно держать руки, как делать пальцы треугольничком или сердечком. Но ему непонятно, как работают кисти во время верхней передачи. То есть они двигаются или наоборот они неподвижно располагаются. То есть на что ему следует обратить внимание? Подскажите, пожалуйста, как работают кисти при верхней передаче для Димы Иванова из Великого Новгорода? Я думаю, что кисти особенную роль не играют здесь в выполнении верхней передачи. Потому что верхняя передача, она изначально начинается, когда пасующий передачу делает, он, конечно, на начальном обучении работает в основном ноги. Ну вот для начального, для начального уровня. Для начального обучения ноги большое значение имеют. Надо научить, чтобы ноги правильно работали. В том плане, чтобы правая ножка была сзади, допустим, левая впереди. И чтобы мяч толкался именно движение за счет ног. А уже потом идет движение, значит, за счет локтей. А потом уже кисти провожают мяч. Причем они не изъебаются в запястном суставе, так. А они остаются вот в таком положении, чтобы мяч в траектории была именно туда. В зонку, куда нужно мячу попасть. А если кисти будут работать, то это чревато ошибкой, что мяч будет лететь по другой траектории. Это нападающий удар мы, значит, осваиваем. Когда вот тут уже мы заставляем кисти работать. Там, когда нападающий работает, вот кисти работает. А здесь исключительно работа ног, локти. И потом конечное движение. Жесткие пальчики пружинистые. За счет чего мы с набивными мячами как раз проходили, начальник обучения. Набивные мячи как раз для этого нужно, чтобы, значит, пальчики накачать. И чтобы здесь была воздушная подушечка такая. И она, значит, мяч амортизирует пальчики касания, вот всеми подушечками, в том числе и большие. Все пальцы участвуют в передаче. Большие, основную роль выполняют. Они мяч толкают так и назад фиксируется опять это. А это движение, я думаю, что просто это немножко вредное движение. То есть Диме Иванову посоветуете тренировать пальцы? Я советую сначала покачать пальчики, чтобы добиться передачи такой идеальной, чтобы не было лишних звуков, шлепков. Чтобы пальчики пружинили. А уже потом, значит, работать над точностью. Потому что передача, значит, чем ноги активнее, так сказать, разогнутся, тем, значит, передача будет быстрее и дальше. А иногда приходится посоветовать буквально короткие передачи, значит, тут уже работают ручки. Тут ноги не такую роль большую имеют значение, а уже имеют значение работа именно вот локти-кисти. Вот они, локти, они амортизируют такое движение, не прямыми руками мяч встречается, а именно вот в таком положении. Это плохо, когда локти ниже, отсюда, когда передача идет, она должна идти вот именно отсюда, чтобы человек, вот о чем мы говорили тогда, про этот трехугольник, про сердечко, вот, чтобы это сердечко, как так сказать, оно все время присутствовало, чтобы человек через это сердечко, значит, мяч визуально наблюдал. Ну, то есть кисти фактически не подвижны. А вот боком, покажите, как это еще выглядит, боком, чтобы заснял работу, как вот, вот, так вот еще раз. Движение идет, если траектория быстрой передачи, то, значит, движение идет такое, а если траектория передачи, если надо высокая, передача сделает ту, что фиксируешь передачу вверх, и кисти фиксирует это положение. Ну, давайте еще ваши ноги покажем, покажите, как вы при этом ногами работаете. Ну, побежьте себе. Ноги практически одновременно, левая чуть-чуть ножка впереди, потому что с параллельных ног передача хорошая не будет, неудобно, это просто чисто в физиологии неудобно ноги работают. С такими шпагатами тоже плохо, по сути, провалилась правая нога, нечем мяч толкать. Значит, правая ножка, вот она особую роль выполняет, правая, левая, она стоит как бы устойчиво. Вот пасующий выбрал место, правая, левая, последний шаг, и вот он вышел под мяч и делает передачу. Ну, есть передача в безопорном положении, есть передача, когда пасующий прыгает и пасует. Вот тут уже большое значение, уже, так сказать, приобретает вот эта, так сказать, работа именно локтей и кистей. Ну, все. Ну, факт то, что вот это и я считаю. То есть в опорном положении кисти, значит, неподвижно, фактически работают локти и ноги, а в допустим при пасе прыжке, соответственно, там уже можно играть. Там работают только, значит, локти и кисти направляют, конечная фиксация идет за мячом. Ну, все, спасибо вам еще раз. Надеемся, все-таки будет продолжение с уроками, да? Я думаю, да. Набивные мячи, как мы обещаем, все-таки уже там полугода. Поработаем, да. Наверное, поработаем, просто покажу с ребятами пятого класса. Мы, может быть, даже все эти уроки повторим только для начального обучения и дальнейшего обучения вот ребят 10, 11, 12 лет. Ну, все. Спасибо большое, Олег Ильич. Субтитры подогнал «Симон»